по поводу александра невского его роль но опять-таки это будет дальнейшем буду писать ну александр невский красота сейчас не обращать внимание что те же новгородцы два-три раза приглашали александра невского княжцу себя да помните об этом да я не считаю что вот княж князь он был обижен и так далее во первых князь александр невский был ханом потому что потом переменять все и когда когда приглашали хана князя когда война угроза войны в мир и вариант обычно военный князь не нужен зачем сидеть князю если военному князю если войны нет а когда возникает угроза войны то тогда приглашали и давали полную власть не гражданскому князю а уже хану военному князю и вот именно поэтому момент перехода гражданской власти к военной александр невский получал полную власть допустим в новгородском княжестве и тогда вот и получается и поэтому период где его не было потом был не связано что вы изгоняли и так далее не в этом дело просто его приглашали на то чтобы он возглавил именно сопротивление врагу совершенно разные трактовки и так далее действительно очень много сделал для того чтобы не допустить захвата именно западных российских территорий немцам что они сотворили но представьте себе ведь русские территории изначально были включая почти всю германию ведь берлин это же не берлин это берло это русский городочек и все другие города тоже многие имеют именно славянской корни там на эти территории жили племена русские племена славянские русские племена люди чьи и венедов два союза племена которых сначала направлять друг друга папские так сказать легаты через немцы направили а потом когда ослабили с помощью одних уничтожили одних потом и почти всех вырезали и вот тоже самое грозило бы если бы продолжался дальше то есть но в том числе Александр Невский не позволил то что прошло дальше вот все то есть если бы этого не было германия была бы сейчас ну где-то черт знает где даже трудно сказать